здравствуйте сегодня с вами хочу поговорить о такой проблеме связанная со здоровьем именно ношение обуви дело то что не всякая обувь полезна для здоровья человека обувь бывает на высоком кублуке на среднем с плоской подошвы но нужно обратить на самый важный момент я помню когда мне детстве пытались одеть родители обувь она была мне неудобной узкой и я все время возмущался говорю не могу я такую обувь носить играть почему а все потому что она была для меня либо короткой либо слишком узкой вот самая была проблема наверно то что она была узкой она просто как бы сжимала пальцы ноги и сворачивал может сказать в трубочку и это причиняло огромное неудобство я бы сказал да даже боль например я все лето любил гулять просто босиком по улице по траве по камням по дороге по песку и это было мне приятно я считаю что это действительно естественный способ не навредить ногам понятно что если человек идет там в город или зимой понятно что ноги должны быть обуты чтобы не замерзнуть не испачкать и того подобное но я могу сказать что при любой возможности нужно обязательно ходить босиком потому что это не только расслабляет ногу по ширине по длине скажем так и не уродует ногу но и при этом еще происходит массаж снизу но не об этом речь не . скажем которые присутствуют ногах а именно о том чтобы обувь должна быть свободной она не должна сжимать пальцы сами посмотрите может даже обратить внимание на свои пальцы те кто носит узкую обувь на пальцы просто как деформированные сжаты это конечно приходит в привычку ноги привыкают к такому положению на самом деле это не естественное положение из-за которого возникает огромное количество между прочим болезней потому что начинает застаиваться кровь то есть кровь не циркулирует из-за этого могут появляться головные боли происходит так защемление нервов деформация костей обувь влияет и на позвоночный столб потому что человек например с плоской подошвы ходит здесь скажем одно напряжение на позвоночный столб если на высоком каблуке тут уже другое положение то есть неестественное то есть когда меряете обувь вы должны встать и чувствовать что вам удобно хорошо я думаю что это не должно быть слишком там высокий каблук или слишком плоская подошва конечно определенную обувь которую вам нравится скажем носить например балет там для девушек то принципе это можно носить ну я сказал бы короткое время и конечно смотреть за своим состоянием если этого будет причинить какую-то неприятность боль то есть ноги будут уставать быстро это признак того что оба уже неудобно то есть происходит чрезмерное напряжение всего организма потому что скажем так проблема одной части тела это означает проблема и всего организма в целом нельзя это как-то делить по отдельности ну и что еще можно добавить нога в обуви не только должна скажем так свободно находиться но и не должна там ездить скажем так то есть задняя часть обуви задник так называемый он даст был должен быть достаточно жестким не то что натирать но то чтобы нога скажем особенно когда на каблуке не должна скажем так и ерзать то есть вот эта часть для того чтобы не получить вывих и вообще то есть можно добавить такие вещи что если высокий каблук очень высокий достаточно то могут образовываться не только деформация костей ногах шишки образуются но также отеки тромбофлебит образуют поперечные плакостопия артрит артроз варикоз смещение позвонков остеохондроз смещение внутренних органов то есть на самом деле видите если при ношении неудобной обуви и как это влияет на здоровье многие думают что нужно пить какие-то таблетки они спасут ну давайте сначала обратим вообще какую же обувь человек носит поэтому будьте внимательны с этим вопросом будьте здоровы и до новых моих видео на моем канале кстати ставьте комментарии может быть если у вас вопросы тоже задавайте в комментариях но на это пока все будьте здоровы еще раз и пока